Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Гном. Тихогром». Итак, жил на свете мельник. Был он стар и беден. И ничего-то у него не было хорошего, кроме дочки. Зато дочка и вправду была хороша, красивая, веселая, работящая. Старик нахвалиться ею не мог. Вот раз довелось мельнику разговаривать с самим королем. Ну, каждому человеку приятно своими детьми похвастаться. Он возьми да и скажи, есть у меня дочка, уж такая умница, такая разумница. Из соломы золотую пряжу придет. Король очень удивился. Неужели, говорит, из соломы. Это мне нравится. Если твоя дочь и в самом деле такая мастерица, приведи ее завтра ко мне во дворец. Надо испытать ее искусство. Мельник очень обрадовался. А на самом деле рано было радоваться. Он, видите ли, попросту хотел сказать, что дочка у него славная рукодельница. И может даже из плохого волокна напрясть хорошей пряжи. А из плохой пряжи наткать хорошего полотна. Только и всего. А король подумал, что она и вправду умеет прясть из простой соломы золотую пряжу. В том-то и беда, что короли не всегда понимают, о чем толкуют простые люди. А простые люди не всегда знают, что думают короли. Но как бы там ни было, Амельник очень обрадовался такому почетному приглашению и велел дочке собираться на завтра в гости к королю. Она принарядилась, как могла, надела свое праздничное платье, цветную ленточку на шею, колечко на палец и веселая отправилась во дворец, раздумывая по дороге о том, что ей велят делать ткать, шить, вязать или всего-навсего чистить кастрюли и мыть лестницы. «Ну пусть, что хотят, то и приказывают», — говорила она себе. «Уж я-то не ударю лицом в грязь». Каково же было ее удивление, когда сам король встретил ее на пороге, отвел в комнату, битком набитую соломой, велел принести ей прялку и сказал. «Ну вот что, девушка, твой отец рассказал мне, какая ты искусница. Принимайся-ка за работу. Если ты к завтрашнему дню перепредешь мне всю эту солому в золото, я тебя по-королевски награжу, а нет, на себя пеняй. Ни тебе, ни твоему отцу не сдобровать. Вам обоим палач отрубит головы на городской площади». И с этими словами король вышел, запер дверь на ключ и вернулся к своим делам. Ах, как испугалась Мельникова дочка! Она была мастерица на все руки, умела печь пироги, варить пиво, начинять колбасы. Она вышивала золотом по бархату и цветным шелком по кисее, плела кружева легкие, как паутина. Умела ткать самое тонкое полотно и вязать из шерсти узорные чулки, колпаки и одеяло. Но прясь из соломы золота она не умела, да и никто не умеет. Целый день просидела бедная девушка, ломая голову над тем, как ей выпутаться из беды. Она плакала, вытирала слезы своим вышитым передником и опять принималась плакать. Но так ничего и не придумала. Впрочем, она еще надеялась вечером, когда стемнеет, как-нибудь ускользнуть из этой страшной комнаты. «Ведь откроют же они дверь хоть на минутку», — думала она. И в самом деле дверь открылась. Ей принесли ужин и три толстые свечи, чтобы она могла работать до рассвета. Но не успела она и с места встать, как дверь снова захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. А под окном ходили все время двое часовых с алебардами. Да и окно находилось под самой крышей, разве что на крыльях можно было из него вылететь. Но Мельникова дочка не умела летать, так же, как и прясть из соломы золота. От таких мыслей она заплакала еще горше, хотя ей казалось, что за день она выплакала все свои слезы до одной. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду на спасение, в углу что-то заскреблось, словно мышка пробирается из-под поля на волю. Солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках. «Добрый вечер, прекрасная мельничиха», — сказал он. «О чем это ты так горько плачешь?» «Ах, как же мне не плакать», — ответила девушка. «Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я не умею». «Ну и что же?» — спросил человечек. «Не отрубить за это голову», — ответила она. Человечек задумался. «Да, это очень неприятно», — сказал он. «Ну а что ты мне дашь, если я за тебя напряду золото из соломы, цветную ленточку с шеей и мою благодарность до конца дней моих». «Очень хорошо», — сказал человечек. «Она пододвинула ему свой ужин и зажгла свечу. Ужин он съел с удовольствием, а свечу задул и сказал, что ему и так светло от собственных глаз. После этого он уселся перед прялкой и... Колесо так и зажужжало. Не успела девушка сосчитать до трех, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Тогда он взял другую шпульку, третью, четвертую. До самого рассвета жужжало колесо прялки. Девушка только и успевала подавать человечку шпульки и сматывать в клубки золотую пряжу. И вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было. А тут и король постучался в дверь. Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото. Об одном только он пожалел — о том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика. Но комнат во дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда Мельникову дочку и приказал сейчас же приняться за работу, если только жизнь ей дорога. Бедняжка ничего не ответила и молча села за прялку, вытирая слезы. Но когда стало совсем темно, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее, «Что ты мне дашь, если я и на этот раз наприду тебе золото из соломы?» «Вечную мою благодарность и колечко с пальца». «Хорошо», — человечек взял кольцо и снова завертелось и зажужжало колесо прялки. А когда наутро король пришел поглядеть, что проделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать довольно у него не хватило сил. Он приказал набить соломы третью комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние, вместе взятые, и соломы в ней помещалось тоже втрое больше. «Ну вот что», — сказал король, — «если ты и эту солому превратишь в золото, ты станешь моею женой и королевой». «Ничего, что она простая девушка, мельникова дочка», — думал он, — «на всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она». И вот девушка опять осталась одна, а когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил, «Ну что ты мне дашь, если я и в третий раз наприду для тебя золото и соломы?» «У меня больше ничего нет, кроме благодарности», — ответила она. «Этого мне мало», — сказал человечек. «Ты скоро станешь королевой. Обещай мне отдать своего первого ребенка, и я сейчас же сяду за прялку. А нет, прощай». «Кто знает, что еще будет», — подумала мельникова дочка. «Может, король вовсе и не женится на мне. Может, у меня и детей-то никогда не будет». И она пообещала человечку своего первенца. Человечек опять сел за прялку, и когда король поутру вошел в комнату, он сожмурился и закрыл лицо руками. Вокруг лежало столько золота, и оно так блестело, что даже смотреть на него было больно. Король сдержал слово. Не прошло и трех дней, как во дворце сыграли пышную свадьбу, и мельникова дочка стала королевой. А через год у нее родился ребенок. Королева была очень счастлива и даже думать забыла о человечке и о своем обещании. И вот как-то раз ночью, когда она сидела у колыбели, в углу что-то заскреблось, словно мышка хотела выкарабкаться из-под поля на волю. Королева вздрогнула, подняла глаза и увидела, что рядом с ней стоит маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках. «Ну», — сказал он, — «моё мне, давай-ка сюда то, что обещала». И он протянул к ребенку свои длинные руки. Ах, как испугалась королева! Как горько она заплакала, умоляя человечка взять у нее все драгоценности, все богатства в королевстве, даже мантию и корону, и только оставить ей ребенка. Но человечек стоял на своем. «Нет», — говорил он, — «живое, тепленькое, для меня милее всех сокровищ на свете». Тут уж королева едва не лишилась чувств. Она упала перед человечком на колени и сказала, что умрет, если он не жалится над ней. И человечек сжалился. «Хорошо», — сказал он, — «даю тебе три дня сроку. Если за это время ты узнаешь, как меня зовут, дитя твое останется у тебя». И с этими словами он исчез. Всю ночь королева перебирала в памяти имена, которые когда-либо слышала. На рассвете она разослала во все концы своего королевства гонцов и велела им разузнать в городах и деревнях, какие где встречаются имена и прозвища. И вот пришла ночь, и человечек опять появился у нее в комнате. «Может быть, тебя зовут Каспар?» — спросила королева, дрожащим от страха голосом. «Нет». «Мельхиор?» — «Нет». «Бальцер?» — «Нет». Королева называла по порядку все имена, какие только знала. Но человечек всякий раз качал головой и усмехался. «Нет», — говорил он, — «меня зовут не так». На другой день она послала гонцов в соседнее государство, чтобы узнать, какие имена дают людям в чужих странах. Когда человечек явился к ней, она перебрала самые мудреные имена и прозвища, которые узнала от гонцов. «Может быть, тебя зовут Реброхвост?» — «Нет». «Круторок?» — «Нет». «Лови, догоняй?» — «Нет, нет». Что бы она ни сказала, он твердил в ответ одно и то же. «Меня зовут не так». И вот наступил третий день. Королева не могла больше припомнить ни одного нового имени и с нетерпением ждала возвращения своих гонцов, которым велела побывать на этот раз в самых глухих углах и закоулках, в хижинах угольщиков и в пещерах горных пастухов. Один за другим гонцы возвращались во дворец, но никто из них не сказал королеве ничего нового. Наконец вошел последний гонец. «Королева», — доложил он, — «целый день ходил я по горам и лесам, но не услышал ни одного неизвестного нам прозвания. Имен на свете меньше, чем людей. Новые люди рождаются и получают старые имена. Я уж хотел было возвращаться домой, да зашел, не значая в такую чащу, где только лисы да зайцы желают друг другу доброй ночи, а человечьего духу и не бывало. И тут между тремя старыми деревьями увидел я маленький-маленький домик. Перед домиком был разложен костер, а вокруг костра плясал человечек, большеголовый, длиннорукий, на тоненьких ножках. Он подскакивал то на одной ноге, то на другой и распивал. Пусть клубится дымок, пусть печется пирог, славный выкуп мне завтра дадут. На земле никому, никому не вдомек, как меня под землею зовут. А зовут меня гном, а зовут меня гном, а зовут меня гном тихогром. Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. Она щедро наградила гонца и села у колыбели поджидать человечка. Он скоро появился, потирая свои длинные руки и посмеиваясь. «Ну, госпожа королева», — сказал он, — «как меня зовут?» «Может быть, Франц?» — спросила она, — «нет». «Может быть, Кунц?» — «нет». «А может быть, Геньц?» — «нет». «Ну, так может быть, гном тихогром?» «Это тебе сам черт подсказал?» «Сам черт подсказал», — закричал человечек и от гнева так сильно топнул ногой, что она ушла в землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До новых встреч!